Газпром перекроет, идущий в Европу через Украину газ. Об этом заявил глава Газпрома Алексей Миллер после встречи с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам энергетического взаимодействия Марышем Шевчевичем. Европейский политик приехал в Москву обсудить энергосотрудничество и прояснить позицию России по южному потоку. За переговорами следит наш корреспондент Кирилл Ольхов и сейчас он выходит на прямую связь со студией LifeNews. Кирилл, здравствуй. Расскажи нам, как прошла встреча с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу. Евгения, привет. Ну, безусловно, ты понимаешь, что помимо рамочных публичных заявлений о добрососедских отношениях и об взаимовыгодном сотрудничестве, безусловно, сегодня стороны затронули и так называемые проблемные темы, в частности, решение России о закрытии проекта «Заморозить южный поток», которое было принято еще в прошлом году, в декабре прошлого года, и, безусловно, сегодня замглавы Еврокомиссара по энергетическому блоку ЕС сегодня очень интересовала чрезвычайно позиция в России по этому вопросу. А я напомню, что это решение было принято из-за явно невнятной позиции как Софии Болгарии, так и стран Евросоюза. Также хочу отметить очень принципиальный важный момент, что, похоже, сейчас к европарламентариям приходит понимание, наконец, то, что у Болгарии в колоде больше нет козырей, которые могли позволить ей разыграть политическую и экономическую карту в отношениях по газовому вопросу с Россией. Поэтому, безусловно, сегодня это был один из главных вопросов. И сегодня министр энергетики Новак ответил, что это было принципиальное решение принято России осознанно перенаправить все газовые потоки через Турцию. Сегодня, кстати, возникли явные трудности перевода у Шефичевича, когда он общался с журналистами. Он назвал вот это решение о перенаправке газовых потоков в Турцию. Строительство аналогичного газораспределительного комплекса для него большим удивлением, однако, как потом выяснилось, просто переводчик неправильно перевела его слова. Имел он в виду то, что был очень удивлен решением сегодня главы Газпрома Миллера о том, что вот запрет сейчас будет действовать на поставку газа в Европу через Украину. И этим Еврокомиссия и Европарламентария явно недоволен. Дакуновых сегодня пояснил, что это решение не обсуждается, ну а если возвращаться к встрече, что, безусловно, сегодня Шефичевич, который впервые присутствовал в Москве, ему сегодня организовали довольно радушный прием. Здесь было агредитовано 20 журналистов, примерно, кстати, столько же, сколько и участников встречи, представителей евроделегации. И хочу отметить, что, несмотря на проблемные точки в вопросах газового сектора и очень много нерешенных вопросов, сегодня стороны говорили о том, что необходимо наладить конструктивный диалог и в этой плоскости, в этой сфере, как представители ЕС, так и представители России будут продолжать работу и дальше. Евгения. Спасибо тебе, Кирилл. На прямой связи со студией был наш корреспондент Кирилл Альков. Он рассказал о том, какие самые важные вопросы обсуждали сегодня на встрече с вице-президентом Еврокомиссии по Энергосоюзу.